Северсталь Да, Дмитрий Квартальнов и его жизнь как учебник истории. Только здесь все будет гораздо правдивее, потому что от первого лица Дмитрий Квартальнов в эфире программы «Все хоккей». Дмитрий Квартальнов. Живое подтверждение постулату «Порядок бьет класс» во всем. Человек с характером, не лишенный эмоций, в отличие от многих хоккейных людей современности. Мало кто знает, что в 1991 году Квартальнов ехал за океан на свой страх и риск, поскольку на драфте ни одной команды НХЛ не было. Времена это, да, это были такие, ну, сложные, как бы перестроечные, можно так сказать, дела. А двигало то, что еще и немножко сам спорт стал проседать. Общий, общий спорт. И самые лучшие игроки побежали в Северную Америку, стали играть там. Вот. И было интересно себя попробовать на более высоком уровне. То, что возраст позволял это сделать, хотелось дальше двигаться, расти. В 1990 году Квартальнов стал лучшим снайпером чемпионата СССР. 54 очка в 46 матчах. Результат заслуживающий как минимум восторга. Сам Квартальнов свой путь оценивает через призму НХЛ. Я побывал в самой, наверное, лучшей лиге, до сих пор мира, наверное, попробовался, побыл там. Считаю себя довольно счастливым человеком, что почувствовал все эти эмоции, все эти ощущения. Там, я думаю, что каждый человек должен, спортсменами, это хоккеист, должен стремиться попасть туда, все-таки поиграть, попробовать там, побыть там, себя оценить, по крайней мере. Еще он совершенно не ностальгирует по былым временам. Считает, что хоккей развивается логично. Я даже смотрю, он менее контактный все-таки, мне кажется, стал, но потому что правила и возросли скорости. Вы понимаете, что если даже очень простой момент, игрок идет, кто-то споткнулся, запнулся, где-то немножечко опустил голову, идет любой контакт в область головы, шеи, это уже карается. Игрок начинает уже думать, начинает что-то предпринимать. И за это карается очень здорово, и финансово карается, поэтому все начинают думать и смотреть. Опять же говорю, хорошо ли это или плохо, но это не мне судить, это такие они правила для всех. О КХЛ Дмитрий Квартальнов говорит спокойно, признавая плюсы и точно подмечая минусы. Последним можно отнести большое, на его взгляд, количество команд. Но при этом он признает, что в Европе новая лига интересна. Я думаю, что, допустим, в больших моногородах, таких миллионниках в Европе, я думаю, этот бизнес будет очень востребован, потому что люди будут ходить на хоккей, этот будет у них, ну не знаю, как прибыльный будет он, но то, что он будет что-то зарабатывать, это факт. Он будет намного больше, наверное, приносить дивидендов, наверное, чем у нас, наверное, пока в России. Наша лига, она вторая, ну все-таки надо быть объективно, она вторая. У нас играют после них все лучшие игроки. И даже многие могут и там звезды поиграть, ну предпочитают по каким-то своим делам играть здесь. В начале нулевых Квартальнов играл в Акбарсе с Павлом Дацуком. Теперь сам Дмитрий Вячеславович воспитывает новую поросль хоккейных звезд. Такие звезды, как Дацук, они видны всем. Они видны, ну многими моментами, своей неординарностью, принятием решения, быстротой, очень многими качествами, как бы вот это видно. Ему подвластны очень многие качества. Если кому-то там делает кто-то один элемент хорошо, то он делает очень много элементов хорошо. И плюс он понимает все происходящее на льду, он понимает движение каждого игрока, чувствует это, ну это уже мегазвезды такие. От перехода от советского хоккея к заокеанскому говорит спокойно, признавая, что в житейском плане они тогда попали на другую планету. Тогда немножко мы приехали именно из СССР, тогда приехали, тогда было все немножко в диковину, по-другому. Ну вся жизнь была. Это сейчас уже все где-то близко, все это есть у нас здесь. И как бы та ментальность, она уже идет, у нас иностранцы в общем-то в команде есть, это все это приходит с опытом. Тогда все-таки это было, вот на другую планету ты сошел, и жизнь началась. Я вернулся в Россию, была возможность и остаться там, и ребенок там родился, но там, не здесь. Квартальных безусловно переживает за сына, который играет в МХЛ, но при этом отдает себе отчет, что психологический подход даже к спорам, он особенный. Они, знаете, тинейджеры, они немножко такие своеобразные. Вот, он согласится, но потом, но потом. Дмитрий Квартальев спокойно говорит о том, что нынче молодые хоккеисты не испытывают того пиетета к старшим, как это было в его время. Его это не задевает, он спокойно шагает вперед, старается развивать игру и развивается в ней сам. Я очень благодарен, что судьба так распорядилась, что после профессиональной деятельности хоккеиста стал профессиональным тренером. Много, как бы, ну где-то, сложилось, знаете, звездочки, знаете, так легли, что так получилось. Это то, что делал всю жизнь, этим занимался с шести лет. Это так оно и есть. Это очень хорошо, хотя, знаете, себя на мысли поймал, если бы знал бы, что это за работа бы, наверное, играл бы до сих пор.